Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я хочу вместе с вами распаковать 4 посылки. Давайте я вам их сейчас все покажу. Вот здесь у меня посылка с iHerb, посылка от Colourpop и также 2 посылки с сайта Look Fantastic. Как видите, это все даже не вмещается в кадр. Так что давайте я поскорее поставлю это все, наконец-то, пока у меня не отвалились руки. А мы приступим к распаковке. Поехали! Итак, давайте как они лежат, в таком порядке их и распаковывать. И первая посылка, это посылка сайта Look Fantastic. И здесь будет всего лишь несколько средств, но безумно-безумно интересные. Делаю небольшой спойлер. Это Наташа Денона и это Мультихромы. Итак, первое, что я взяла, это лак для ногтей Berry M серия Molten Metal. У меня уже есть такой лак в оранжевом оттенке. Я его очень люблю. Я понимаю то, что лаками не все пользуются. Многие, наоборот, перешли как раз-таки на гель-лаки. Но я все еще являюсь приверженцем обычных, старых, добрых лаков. Я терпеть не могу тратить такую времени на маникюр. Кто-то не любит тратить время на макияж, а я вот не люблю на маникюр. Поэтому я использую лаки. Вот такие вот лаки Molten Metal стоят примерно по 300 рублей. Они дороговаты все же, но они дают зато действительно очень красивый эффект переливающихся искорок. И самое главное в этой посылке это Natasha Denona Multichrome. Это у меня оттенок Scarab и также Dragonfly. Я еще очень хотела взять Infra Nude, но, честно говоря, выходило дороговато. Поэтому решила сначала посмотреть на два этих оттенка. И если мне понравится формула, то докупить потом уже другие. И, господи ты, боже мой, что ж они такие маленькие? Вы посмотрите, посмотрите, вот моя ручка. Рука у меня маленькая. И вот вот эти однушечки. Я, конечно, слышала то, что они маленькие и была к этому морально готова. Но подготовиться к такому размеру, мне кажется, просто нереально. Вот ножницы, к слову, и вот эти однушки. Камон, что, почему так мало? Почему? Ладно, не будем заранее расстраиваться. Давайте сделаем все-таки swatch, чтобы себя порадовать. Вот, посмотрите, какая красота получается. Один поворачиваешь, один цвет поворачиваешь по-другому, другой цвет. На самом деле, очень-очень красиво, конечно. Больше всего мне, пожалуй, нравится оттенок Dragonfly, который переливается из розового в такой зелено-желтенький. Очень и очень красиво. Здесь очень мощный сейчас стоит цвет, поэтому вполне возможно то, что вам не так видно, как мне. Но, поверьте на слово, это очень и очень действительно красиво. Я потом обязательно досниму свочи и вставлю их сюда, чтобы вы тоже могли наблюдать всю эту красоту. В общем, очень интересные однушки. Я определенно, наверное, докуплю другие оттенки. Но, единственное, что меня смущает, я переживаю за то, как быстро они высохнут. Та же самая стилу, например, у меня очень быстро жидкие тени высохли. И я просто пока боюсь покупать другие оттенки, потому что у меня много теней, я много чем пользуюсь. И если я их оставлю, например, на полгодика, не превратятся ли они потом просто в какую-то засохшую клейкую массу? Если у вас есть эти оттенки, если у вас есть эти тени, напишите, пожалуйста, как они у вас по стойкости и по расходу. Я думаю, и мне, и другим зрителям будет очень интересно прочитать ваше мнение. Дальше давайте вскроем следующую маленькую посылочку. Это посылка от Colourpop. Я ее заказывала еще на Черную Пятницу. И только-только недели две назад, наверное, она ко мне дошла. И я, представляете, все это время ее хранила, держалась и не вскрывала. Давайте теперь наконец-то ее откроем. Здесь, как я уже сказала, находятся две палетки теней. Одна и каждая из них на самом деле это просто маленькая хотелка. Это не какие-то базовые или нужные палетки. Я больше чем уверена, что я ими даже не буду часто пользоваться. Но это просто то, что мне очень хочется иметь в своей коллекции. Итак, первая палетка, по которой я одно время просто сходила с ума, это, конечно же, коллекция со Star Wars, со Звездными Войнами, с этим невероятно милым Бэйби Йодой. Я не знаю, будет ли у этих теней классное качество и буду ли я ими часто пользоваться, но мне очень хотелось эту палетку просто иметь у себя в коллекции, потому что она безумно милая и красивая. Я просто не знаю, как это можно не купить, потому что, ну блин, Бэйби Йода, ну какая милота. А вторая палетка, которую я безумно тоже хотела приобрести, просто для коллекции, скорее всего, это Lilac You A Lot. Эта палетка на момент Черной Пятницы уже не продавалась отдельно. Я ее искала-искала на сайте и не нашла. Но я схитрила и нашла эту палетку в наборе из шести палеточек, которые были разделены по цветам. И я зашла в этот набор, конечно же, мне ради одной палетки не хотелось брать аж целых шесть палеток, потому что мне столько просто-напросто не нужно. И в этом самом наборе была ссылка на отдельно эту палетку. Видимо, как отдельный товар, эта палетка просто уже заблокирована, и ее приобрести так нельзя, но по ссылке из этого набора все же перейти на страницу с покупкой можно. Именно так я ее к себе и положила в корзину и приобрела. Давайте, давайте вскрывать. Начнем, конечно же, давайте со Star Wars, потому что это самое-самое интересное. И давайте держать пальчики, чтобы ничего не разбилось. Да, ничего не разбилось. Отлично. Тени немножечко пыльненькие, я вижу вокруг осыпашки, но зато ничего не разбилось. И посмотрите, какая красивая гамма. Давайте, конечно же, сделаем свотчи. Вот частичные свотчи этой палетки, пока что смотрятся очень красиво, классная, интересная зеленая гамма, не часто такую встретишь. У меня есть похожие оттенки в палетке от Lime Crime, Venus XL 2, там тоже есть очень красивые и матовые оттенки, и сатиновые, то есть шиммерные, но их там на самом деле не так уж и много, всего штуки 3-4. А здесь у нас практически вся палетка, и к тому же стоит она в разы дешевле, чем Lime Crime. По-моему, очень красиво, меня, кстати, очень порадовало сейчас качество матовых оттенков, они очень хорошо нанеслись, но меня не совсем порадовали пока что шиммеры. Они были мягкие, они кремовые, они хорошо наносятся, но, как видите, вот эти вот свотчи сделаны в два слоя, и пока что здесь не самая лучшая пигментация. Возможно, на глазах будет еще хуже. В любом случае, это нужно пробовать, и даже если эта палетка так случится, что меня разочарует по своему качеству, я все равно ее оставлю у себя в коллекции просто ради вот этого. И вторая палеточка, Lilac You A Lot, тоже маленькая-маленькая хотелка. Это скорее просто искорка желания сделать какие-то сиренево-фиолетовые макияжи, вместо того, что нам навязывали в последнее время. То есть вместо розового, вместо рыжего, вместо теплого. Что-то вот такое яркое, неоновое и интересное. Палетка безумно-безумно яркая, она вообще ни разу не на каждый день, ну разве что, если вы сможете как-то извернуться и сделать здесь дневной макияж. Я на самом деле в инстаграме уже много макияжей пересмотрела с этой палеткой. В целом можно сделать и что-то дневное и спокойное, но также можно и конкретно так оторваться и сделать какие-то фэнтезийные макияжи. Вот посмотрите, какая безумная красота, какая пигментация, просто бешеная. Вы посмотрите, это просто неон, вырви глаз, боже мой. Пока что выглядит очень многообещающе, очень красиво. И если эта палетка устроит меня по качеству, то скорее всего я все-таки продам Анастасию Беверли Хиллс Норвину. Норвину я держу, потому что это моя первая люксовая палетка, это своего рода память. И также я ее держу за несколько красивых сиреневых оттенков, но они там не очень хорошего качества. И если здесь окажется качество лучше, то в таком случае скорее всего Норвину мне просто-напросто нет смысла держать, разве что только как память. Дальше давайте открывать посылку Сайхерп, вот такая вот она большая. Здесь будет не столько много косметики, здесь скорее всего будет, по-моему, одно декоративное средство, несколько кисточек, уходовая косметика, вкусняшечки. Конечно же, куда без них. И несколько товаров для кошек. Давайте вскроем и посмотрим. Итак, первое, что я приобрела, это вот такой вот гидрофильный бальзам от бренда Physicians Formula с матчей. Я, честно говоря, думала, что здесь будет побольше объем, здесь оказалось всего 40 грамм, это не очень много. Ну что ж поделать, видимо, нужно быть внимательнее, не такой глушей, как я. На этот бальзам есть разные отзывы, кому-то он нравится, кому-то он немного попахивает, и у кого-то не самые лучшие впечатления о снятии макияжа с этим бальзамом. Но мой бальзам закончился, и я решила, почему бы мне не попробовать и не приобрести вот этот вариант. Теперь давайте я вам покажу две обещанные кисточки. И первая из них это вот такая вот кисточка от бренда Elf для румян. Очень симпатичная, мягкая кисточка. Феррул на самом деле приделан не очень аккуратно, но да не будем обращать внимание на такие мелкие детали. Я думаю, я эту кисть буду использовать не только для румян, но также для закрепления консилера пудрой под глазами, возможно, также для нанесения скульптора или бронзера. В общем, кисточка за счет своего среднего размера достаточно универсальна, и ею можно будет делать абсолютно разные вещи. И также еще набор я заказала из двух кисточек от бренда EcoTools. Вот они, эти две кисточки. Это кисточки для глаз. Они двусторонние, и это небольшая проблема, потому что вам нужно эти кисти хранить, скорее всего, в какой-то подставке или стакане. И одна из сторон может из-за этого испортиться. И два товара для котов. Первое это Elizin, вот такие вот таблеточки. Мы их даем примерно раз в полгода. Это курс из 30 штучек. Мы не даем это котам просто так. Нам это назначил врач-ветеринар. И я беру эти вещи на Ахербе, потому что они там стоят гораздо дешевле. Я также нашла этот же самый Elizin на Азоне, но он стоил там практически в два раза дороже за один и тот же объем. И просто нет смысла переплачивать, если все то же самое есть на Ахербе и дешевле. И также я взяла на пробу вот такие витаминки для вывода шерсти. Кто видел моих котов, тот знает, что у меня их две штуки. Один лысый, а другой, наоборот, очень волосатый. Планируем давать вот эти витаминки, конечно же, волосатому коту. Но второй наверняка тоже будет выпрашивать, ему тоже попробовать. Но посмотрим, помогут или не помогут, потому что с выводом шерсти у мейн-кунов, конечно, та еще проблема. Взяла также клей вот такой вот дуо для накладных ресниц. У меня был уже такой клей, он отличный, быстро схватывается, хорошо держит. Но он у меня уже подпортился, поэтому я решила обновить. Дальше уже потихонечку начинаются вкусняшки. Давайте смотреть по очереди. Первое, что заказала, это вот такой вот сироп агавы. Я в последнее время люблю сладкое, вообще всегда люблю сладкое, не только в последнее время. Но я все же стала стараться есть поменьше белого сахара и заменять белый сахар какими-то более здоровыми альтернативами. Например, вот такой вот сироп агавы, это натуральный подсластитель, который не приносит такого большого вреда организму, как просто белый сахар. Вторая вкусняшка, это вот такие вот вкусные полезные конфеты из... как же это называется-то? Инжир, да? Это инжир? Наверное, это инжир. Я подпишу, если я ошибаюсь. В общем, интересно попробовать, что это такое. Я такие вещи не ем на постоянной основе, потому что стоит это, откровенно говоря, дороговато. Но для меня это просто небольшие маленькие вкусняшечки, которыми можно себя порой порадовать. Также я все продолжаю скупать приправы сахар. Я просто обожаю местные приправы. Я обожаю засушенный лук, измельченный чеснок, приправы дрэк-гриля, копченую паприку. В общем, там есть целый большой список приправ, которые я люблю всей душой. Но практически все приправы, что я люблю, сейчас не в наличии. Поэтому я решила попробовать что-то новенькое и заказать вот такую вот кауджунскую приправу. Надеюсь, правильно произнесла. Здесь у нас органическая паприка, органический лук, чеснок, марджорам, не знаю, что это такое, тмин, кумин, перчик и еще что-то. В общем, интересная приправа. Я почитала, люди довольны. И надеюсь, что мне тоже понравится. В который раз уже заказываю вот такие вот чипсы. Я, правда, заказывала не с уксусом и солью. Я до этого заказывала, по-моему, с медом и еще с чем-то. Можете посмотреть мои другие распаковочки с сайта iHerb. Я обязательно оставлю ссылочки внизу. Там тоже были постоянно чипсы от этого бренда. Мне нравятся чипсы от этого бренда, во-первых, потому что это более здоровые чипсы, чем те, что продаются у нас в магазине. И также у них очень интересные вкусы. Не те, опять-таки, что есть у нас в магазине. Это достаточно дорогая опция, поэтому для меня, опять-таки, это чисто вкусняшка, которую я ем очень долго. Я не съедаю, не сжираю все это за один день. Я растягиваю удовольствие, потому что я для себя, как уже сказала, позиционирую это как вкусняшку, которую я себе периодически изредка даю, чтобы себя побаловать. Дальше у нас тут два чая от бренда Yogi. Это очень специфический чай, специфический бренд. Далеко не каждому он на самом деле понравится, но я в целом пристрастилась. У меня здесь чай успокаивающий. Это специально я взяла эту опцию. Я специально взяла себе для сна, чтобы пить перед отходом ко сну, потому что у меня в последнее время какая-то бессонница, и мне нужно просто все, что может мне в этом плане помочь. И второй чай я взяла чисто на пробу, это Камбуча. Я когда-то пробовала чай Камбуча, но вообще не помню его вкус. Очень разные на него отзывы. Кто-то пишет, что очень вкусно и специфично, кто-то наоборот совсем не в восторге. Но я любитель всего необычного, поэтому посмотрим, быть может мне и зайдет. Последнее, что я взяла именно из вкусняшек, это вот такие вот вафельки. Насколько я понимаю, это вафли с карамелью. Их здесь не очень много, всего 8 штук, 230 граммов. Но посмотрим, быть может это будет очень и очень вкусно, по крайней мере я на это надеюсь. Маме также я взяла вот такие вот патчи, это Petit Fizz с золотом. Обычно я всегда беру маме патчи на iHerb, потому что они там стоят, ну, чуть-чуть дешевле, чем у нас в российских магазинах. Обычно беру всегда эту фирму, маме они нравятся, лично на мне они не делают никакого эффекта. У меня кожа еще достаточно молодая, поэтому далеко не каждый патч на мне сработает. Но маме нравится, поэтому маме и заказываю. И последнее, что мне приехало в этой посылке, это пробный товар от iHerb. Здесь должна быть кружка, большая-большая. Давайте посмотрим. Да, вот она, большая-большая вот такая чайная чашка с надписью iHerb и сверху вот такая вот заглушка. Кстати, чашка внутри вот такая зеленая. И последняя посылка, которую нам надо вскрыть, это вот такая вот большая посылка с Look Fantastic. На самом деле там не так много средств, но там просто набор. И скорее всего из-за того, что это все упаковано в виде набора, здесь такая большая коробка. Вот он, тот самый набор, который пришел в этой коробке. Это набор от бренда Espo. Я от этого бренда еще ничего не пробовала, но когда я увидела этот набор у All Red Autumn в одной распаковке, я решила строго-настрого, что он мне нужен. К тому же на Look Fantastic на этот набор была еще скидка, и он был каким-то чудом еще в наличии. И я решила, что надо брать. Определенно надо брать. Итак, первое, что мы находим, это вот такая маска для сна. Она, кстати, безумно приятно пахнет какими-то травами, какой-то хвоей, деревом. Я пока что думаю, что она так пахнет, и весь этот набор вообще так пахнет из-за свечи, которая там лежит. Наборы для сна и вот такие вот масочки я всегда очень люблю, потому что я чувствительна к свету. И порой, когда мне не удается нормально выспаться, я одеваю на себя вот такую маску, чтобы она помогала мне быстрее погрузиться в сон и лучше и крепче спать. Дальше мы находим ту самую свечку, которой и пахнет весь набор. Ммм, безумно, безумно пахнет. Приятно какой-то хвой, можжевельником, зимним лесом, я бы даже сказала. Здесь совсем небольшой объем, вот такая маленькая свечечка, но она безумно приятно пахнет. На самом деле я никогда не была фанатом свечек и никогда по ним не страдала, но в один момент меня как будто что-то ударило по голове, и я решила то, что мне нужно. Очень-очень нужно то, что я хочу. И, как видите, пришлось приобрести набор отчасти из-за этой свечки тоже. Я очень хотела попробовать свечки от Эспо. Они достаточно дорого стоят, как и все парфюмированные свечи. Но здесь был сам набор по приятной цене, и вот такая приятная свечка. Следующее средство из данного набора, это вот такая маска увлажняющая. Ее тоже очень рекомендовала Оля Ред Оттум. Не то, чтобы я сейчас верю сильно ее рекомендациям, я уже говорила то, что моя вера в этого блогера пошатнулась. Не кидайтесь меня какашками, если вы большой фанат Оля Ред Оттум, я просто озвучиваю свое мнение. Но все же, эту маску мне захотелось попробовать и посмотреть на себе, действительно ли это такая хорошая маска. Также у нас здесь вот такой вот бустер, сыворотка ночная. Совсем небольшой объем, здесь 10 мл, но на пробу пойдет. Мне на самом деле большой объем и не нужен, потому что у меня полным-полно всего. И как раз-таки вот такие небольшие миниатюры, это самый лучший вариант. Одновременно и попробовать средства, и не пользоваться им потом несколько лет, пытаясь это выработать до конца. И последнее, что было в этом наборе, это вот такое вот масло для ванны и для тела. Смягчающее. Здесь 50 мл, очень интересная баночка. Я пока что вообще не понимаю, как это использовать и для чего это нужно. Если у вас есть подобное масло, то напишите, пожалуйста, как вы это средство используете и нравится ли вам эффект. Приятно, кстати, пахнет. На самом деле есть даже небольшой аромат подсолнечного масла. Ну, посмотрим, посмотрим, быть может мне и понравится. В любом случае, этот набор я покупала в основном ради этой самой свечки и ради этой маски. Я полностью довольна тем, что ко мне приехала. Ну, а все остальное это просто приятный бонус. Ну что ж, давайте на этом будем заканчивать нашу распаковку. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.